Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Проблемы в отношении к молодым человекам. Мы из разных городов и возможно свидеться очень редко. Сейчас я приехал на учёбу в мой город, всё равно видимся раз в неделю. Тем не менее, даже один раз в выходные, когда мы встречаемся, он начинает меня раздражать какими-то действиями. Пусть даже очень милыми и заботливыми. Потом, в какой-то момент я могу успокоиться, быть к нему либо нейтральным, либо нежным, и что всё так бывает реже. Ну, редко. Притом, в какой-то период жизни я радовал за наши отношения, потому что все предыдущие у меня заканчивались в течение одного-двух месяцев по причине того, что МЧН начинал меня раздражать и я уходил. Самые долгие отношения тоже были на расстоянии, длились около полугода. Выходить из нынешних отношений не хочу, потому что, понимаете, во-первых, всё снова постарается уже с новым молодым человеком, а во-вторых, в нынешних отношениях партнёр настроен ко мне очень серьёзно и просто расстаться не получится. Долго анализируя, что не так со мной и другим человеком, и с нашими отношениями, я перебрал на много вариантов, но призвак выводу, что в основном проблема, наверное, заключается в избегающем к тебе привязанности. Я, правда, не помню, чтобы мои родители были отдаляющими, если мама была любящая и заботливая, но могла уходить на работу или давать внимание двум моим старшим братам. Но у нас разница в 10 лет. Папа всегда очень меня любил, но часто выпивал в эти моменты, был очень подставучим и любвеобильным. Не знаю, почему, у меня выработалось именно избегание. Кстати, если говорить об отношениях с партнёром, то у него нездоровая привязанность ко мне. Он был в деструктивных или даже абьюзивных отношениях, где его желания, по его словам, не учитывались. Бюджетом руководила его неработающая жена, которая также испортила отношения с родственниками и не давала свободу, постоянно ревнуя и допрашивая его. И когда мы познакомились, я глотнул свежего воздуха. Со своей дамой расстался, но из-за работы не имеет возможности переехать ко мне, а я в те условия переезжать не хочу и не буду. Он панически боится меня потерять. Если разговор заходит в расставание, он падает в пустырь, и он начинает рыдать, задыхаться, грозиться, либо спиться, либо выйти в окно, и всё в таком духе. Но, при том, если у нас всё хорошо в отношениях, то это абсолютно адекватный и спокойный молодой человек. В такие моменты мне его очень жаль, что вставляет меня остаться. Мне хочется ему помочь, спасти и так далее. Таким образом, как я поняла, к моему избегающему типу приплюсовываются спасатели низкие ацентрации, которые повышают, говорят, что без меня жизнь не смогут. Я хочу с ним нормальных здоровых отношений, но не знаю, как справляться со своим раздражением и избеганием, которые я абсолютно не могу контролировать в моменте. Что мне делать? В первую очередь хочется отметить, что вы проделали хорошую работу. Вот, вы большая молодец. Чувствуется, что вы много достаточно об этом думаете и много уделяете этому внимания, но, как мне кажется, вы выполняете работу за психолога, причем работа совершенно неблагодарная. То, что вы о себе думаете, не означает, что это есть на самом деле. Тут нужна именно психотерапия. Отлучай на вопрос, что вам делать? Я бы сказал так. Лучше всего пойти на психотерапию, выбрать себя психолога и начать системно, полномерно работать. Следующее, что я хочу сказать, это то, что вот если вы займетесь психотерапией и начнете меняться, то очень может быть так, что молодой человек вам будет ненужен просто. То есть, понимаете, здоровый человек, да, он, ну, точнее, гармоничный, вы здоровы. Гармоничный человек, он будет выстраивать отношения с другим партнером, нежели с тем, с кем он начал встречаться, будучи негармоничным. Поэтому очень часто в процессе психотерапии как раз происходит то, что люди расстаются. Это второй номер. Дальше. То, что, тут так, что вам жаль молодого человека, действительно является следствием вашей низкой самооценки, но так же еще и как-то вот тревоги, что вас бросит и так далее. На мой взгляд, избегающий тип, то есть вот это раздражение и так далее, вас выработало с призаимодействием с отцом. То есть, вряд ли вам было приятно, когда вам, условно говоря, в контакт вступал выпивший человек, которому вы по всему не могли сказать нет и так далее. И вот больше всего вас пугает именно вот это вот невозможно сказать нет. И вам невозможно выразить то, что вам не нравится. При этом то, что вам не нравится, вы выражаете как бы несколько более живущего, говорите, что в его условиях переезжать я не хочу и не буду. Ну, вас ведь никто не заставляет. Но есть такое чувство, что как будто бы заставляют. Знаете? То есть ощущение, как будто вы чувствуете себя виноватым перед, допустим, молодым человеком. Что касается жалости, то здесь идёт, значит, во-первых, оспаривание своего выбора, своего решения. Оспаривание выбора решения другого человека. Окольное достижение чувства собственной значимости. Для себя по-другому, кроме как через жалость вы значимы не ощущаете. Если вы, ну, как-то добиваетесь этой значимости, условно говоря, то, по-видимому, вы чувствуете вину. Дальше. Что касается раздражения, то, на мой взгляд, вы избегаете, вот, ну, избегаете взаимодействия из-за чувства долга. То есть, да, это проблематика личных границ. Где я, где ты, тут у вас есть проблемы, потому что вы жалеете, ну, жалеете молодого человека. А там, где есть жалость, там не может быть, в принципе, как бы личных границ, да. Вот. Но, помимо этого, мне кажется, что вы должны, то есть, вам сложно принимать. То есть, условно говоря, вам кто-то говорит комплимент, и вы обязательно, ну, как бы, должны ответить на это. Неважно, хотите вы этого, не хотите вы этого, ну, вот, должны вы ответить. Или что-то сделать для человека. Я бы, на самом деле, хотел бы, прям, проверить этот момент. То есть, вот, там, как-то вот сказать вам что-то такое, ну, приятно, да. И посмотреть, как вы отреагируете. Вот я сказал, что вы проделили очень классную работу. Вы очень внимательно, очень скрупулезно все исследовали, что могли. У вас очень здорово работает голова. Вот давайте подумаем, как вы на это реагируете. А воспринимаете ли вы мои слова как инвазию, вторжение в свое личное пространство? Ведь что такое вторжение? Вторжение, это когда я обязанно как-то реагировать. Мальчик. И, в общем-то, вот, в этом, в этом моменте, в этом месте, все начинается. Да, вы сейчас не можете контролировать раздражение и избегание в моменте. Ничего страшного. Не каждый человек может это делать. Не каждый. Все люди проскакивают. Некоторые моменты. Кто-то больше, кто-то меньше, но все проскакивают. Ваша задача развивать внимательность к себе. Видеть, что с вами происходит. Проживать это. И, по-видимому, и на маму, и на отца у вас остались какие-то обиды. Ну, мне так показалось. То есть, из вашего текста выходит так, что вы вроде понимаете, что вас любили. То есть, умом понимаете, что родители любящие были. Но, вот, как будто бы чувства, они говорят другое. Потому что, мне показалось, что вы обрадываетесь, когда писали про родителей. Вот. То есть, не выраженное тут, не выраженное там, и вот, пошло раздражение. Вот. Соответственно, маме и папе мы можем сказать, ну, далеко не все. Вы боитесь их обидеть. Если вы боялись их обидеть, или боялись обидеть кого-то, или опасались какой-то реакции, вот, пожалуйста, молодой человек, то же самое. Вы боитесь его реакции. Вот. При том, что я уверен, что вы прекрасно понимаете, что он с собой ничего не сделает. Это люди, которые с собой реально собираются сделать, они никогда не говорят об этом. Это первое. Второе, даже если он что-то сделает, это его ответственность выдать ни при чем. Но вы берете эту ответственность, а не его жаль. То есть, вы стремитесь к безопасности. В контакте с другим человеком вы себя чувствуете не в безопасности. Почему? Первое. Я должна что-то сделать. Второе. Не очень понимаю, как реагировать на угрозу. Потому что угрозы нет. Потому что он делает заботливые, милые вещи, а мне неприятно. Я об этом не говорю, потому что я обесцениваю свои чувства. Вот вы свои чувства обесцениваете, отсюда вы не замечаете, что с вами происходит на месте, отсюда у вас жалость, отсюда у вас раздражение. Это все развивается, это все можно развить. Это вопрос времени, вопрос терапии. Поэтому выбирайте психолога, начинайте работу, и будет все меняться. Но повторюсь, в процессе психотерапии может случиться так, что вы придете к выбору, самодольщик вам не нужен. Потому что сейчас выглядит действительно как будто бы вы выбрали для себя наиболее безопасный вариант. Который вас не бросит, кстати, вы можете бояться, что вас бросит. Который настроен к вам серьезный, который от вас зависит, то есть вы вообще ну, не подвержены угрозам. Я бы сказал, что вы напряжены. То есть вот такое какое-то напряжение в вашем тексте, оно чувствуется. Вот чувствуется прямо, что вы напряжены. Вы как будто бы сжалпи, что вы ждете какого-то удара. Ну, это вот история-то о чем. Об этом-то вы себе не доверяете. По большому счету. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Не затягивайте, потому что чем дальше, тем сложнее будет вам что-то начать корректировать. удачи. Спасибо.